Бунтарский английский «Привет, как там поживаешь вообще?» Простая фраза. «Как поживаешь?» Естественно, что приходит нам в голову сразу фраза «How are you?» Однако, если я хочу спросить у человека «Ну, расскажи, что там у тебя вообще происходит на твоей работе? Давненько я не слышал об этом». И человек начинает входить в такой некий ступор. «Расскажи, как там дела у тебя происходят?» То есть он пытается найти каждое слово. Вы понимаете, человек дословно пытается перевести. Фразу, которая довольно-таки емкая. Все помещается в одну линейную фразу «How is your work?» Естественно, примитивный перевод фразы «Как твоя работа?» Но разве это не соответствует идее «Как там у тебя вообще происходят делишки на работе?» «Ну-ка, расскажи, что новенького там вообще у тебя с работой?» «Как поживает?» Я не знаю, в общем, можно придумать кучу вариантов на русском языке, которые будут соответствовать одной и той же фразе. «How is your work?» И понимаете, и таких примеров много. Это я сейчас затронул тот уровень, который я называю уровень клише. То есть когда клише, если мы его знаем, или оно грамматически очень просто, можно задать носителю языка и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Итак, первая мысль, что в моей бунарской системе я пытаюсь человеку показать, что вот этот объемный русский язык нужно перевести на простую плоскость русского же языка. И потом вот эту уже простую плоскость трансформировать на английский. Вы понимаете, все очень просто. Вот он английский язык, да? Вот английский. И вот он великий и могучий русский, который его обхватывает. Не хватит то количество слов, которое в английском языке, именно поэтому в нем очень много слов. Именно поэтому английскому языку свойственна полисемичность, то есть многозначность слова. Именно поэтому английскому языку также свойственна переход одной части речи в другую. Я могу сказать слово, которое будет означать глагол и одновременно существительное. И так далее. Поэтому первый принцип, в который нужно осознать человеку, что нужно попытаться свой русский, особенно те люди, которые в кавычках страдают хорошим русским языком, перевести это в плоскость простого и примитивного. Даже сами американцы признают, что мы мыслим линейно. Это у нас русский язык еще вот так по всему этому идет. У них это по-другому. То есть первый уровень, это когда мы понимаем, что объемность помещается в принципе в простоту, и тут нужно уже в этом ключе мыслить. Второй момент, это грамматика. Почему? Как грамматика вообще во всем этом? Возможно, вы знаете эту историю, возможно нет, но мои студенты ее знают, что у меня училась девочка, которая 9 месяцев прожила в Штатах. Она приехала, она была нашпигована всякими вот этими разными интересными клише, оборотами, устойчивыми фразами и так далее. Но грамматика нулевая была. То есть это было просто кусочки пазла, которые она собирала, красивые. Она говорила, красиво, красиво говорила, это было очень красиво. Но человек, который понимает, о чем идет речь, для него это резало слух. Понимаете? То есть здесь два экстрима. Многие люди говорят, что не нужно учить грамматику, нужно просто блоками фраз учить, и это все классно. Я за этот подход, но он не самодостаточен. И поэтому я считаю, что учить надо не только блоки, но еще найти механизм, где эти блоки вот так идут в зацепке с какой-то элементарной грамматикой, которая, и причем я повторюсь, оговорюсь о ней, элементарная разговорная грамматика. Что я под этим подразумеваю? Разговорная грамматика это не 16 времен. Сразу хочу сказать. И не 3, как думают многие, да, то есть которые экстримы пожили в Америке, да, они только там на инге говорят, инговое окончание, инговое окончание. Нет, я не за такой примитив. Бунтарский английский это не примитивный английский. Я хочу, чтобы вы четко осознали эту разницу. Сленг это не то же самое, что универсальный бытовой английский. Это разные вещи. Я могу сказать, привет, чел, как поживаешь, да, как жизнь молодая, он говорит, жесть. Это сленг. То есть мы говорим о том универсальном разговорном английском, что из себя представляет наш бытовой с вами, да, русский язык. Вот об этом английском я хочу сказать. Конечно, можно сделать ваш английский красивый, добавив то всякие там вкрапления идиом, фразеологизмов, да, сленга. Супер. Я раньше, учащаясь на первом курсе НИАЗа, тоже увлекался очень сильно сленгом. До тех пор, пока не знал, что сленг имеет тенденцию умирать. Но кто из нас, например, вот моего поколения, люди, допустим, они знают слово «бомба», когда оно было использовано. Однако слово «бомба» сейчас крайне редко я услышу. Я услышу слово «жесть», я услышу слово «жжет», да, и так далее. Вот пойди передай сейчас на английском языке, что кто-то «жжет» или «иди жги». Второй момент, то есть, о котором я говорю, да, грамматика имеет связь с умственной речью. И вот этот механизм, когда идет, знаете, когда в английском есть выражение такое, что-то у меня clicked, click. И вот когда вот этот клик происходит, когда вот эта зацепка грамматики, да, с умственной речью происходит, все, человек пошел. Когда вы будете слушать меня или будете знакомиться с моим материалом, вы увидите, вот, собирая кусочки какие-то воедино, вы увидите некую схему, но сразу это будет трудно увидеть. Поэтому для того, чтобы, в принципе, овладеть, да, навык, именно навыком, вот это ключевое слово, я хочу научить человека навыку владения английской речью. Не знанию, потому что информация и знание, да, это разные вещи. Я хочу, чтобы человек, имея тот, допустим, скудный словарный запас, он мог как-то себя изъяснить адекватно для носителя языка. И наша планка это носитель языка. Вот это, вкратце, наверное, то, что я, как я вижу, язык. Поэтому добро пожаловать, ныряйте в разговорный бунтарский английский, получайте максимум, что вы можете, и обязательно оставайтесь на связи. Потому что есть много чего хорошего, интересного, классного, которое вы, возможно, не знаете. Оно лежит очень на поверхности и близко. А вы крутитесь вокруг этого, да, и никак не можете найти этого.